Приветствую, друзья, YouTube-канал Да, это так, Ярослава Маслова, Игорь Масичук. Сегодня у меня в гостях. Рада приветствовать, Игорь. Добрый вечер. Добрый вечер, Ярослава. Добрый вечер, дорогие зрители. Под трансляцией ссылки на каналы Игоря, телеграм-канал, как вы помните, кто не подписан, зайдите. Подпишитесь, YouTube, безусловно, Facebook-страничка. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Это важно. Важно по отношению к Да, это так. Пожалуйста, подпишитесь, если вы не подписанный просто зритель. Обязательно лайк, комментарий, колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо зрителям. Отдельная благодарность за это. Как настроение ваше, Игорь? Вечер-то добрый. Расскажите, какие предчувствия, какие ожидания? Смотрите, учитывая то, что происходит на территории Сумской области, Сумщина нашей, естественно, вечер добрым назвать тяжело. Причувствия такие, что мы на пороге нового витка войны. Естественно, ничего хорошего, кроме горя, слез и крови, ожидать не приходится. Но это, к сожалению, где-то от плюс-минуса. А если еще так умножить на внутренний политический кризис, который надвигается, ну, на страну, которую мы все видим, ощущаем, и по работе парламента, и по заявлениям некоторых парламентариев и политиков, то, ну, знаете, такое впечатление, что мы имеем врага не только внешне, а и внутренне. Игорь, а скажите, вы сказали, Сумская область уничтожается, населенный пункт за населенным пунктом. Сотни, сотни обстрелов ежедневно, артиллерийских в том числе. Работает вражеская авиация. Происходит, насколько это возможно, да, вот по официальным заявлениям эвакуация населения, ну, во многих приграничных районах это уже сложно сделать. Из-за ситуации с безопасностью, да, точнее, небезопасной ситуации. Вы сказали, что предчувствие нового витка войны. Поговорите о витке на территории государства Украина, о приближающемся, готовящемся, да, по источникам западных разведок, в том числе и наших официальных военно-политических лиц, о контрнаступлении россиян, или о том, о чем уже вслух говорит Запад, в том числе Европа и Америка? Я говорю о том, что факт, по данным разведки и нашей, и западных разведок, на территории Сумщины, там, где сейчас практически утюживаются, сравниваются с землей, наши населенные пункты, города, села, там сконцентрировано порядка от 150 до 200 тысяч живой силы противника. Также подобное количество живой силы противника сконцентрировано на юге. Также наступление врага продолжается в районе утраченной Авдеевки. И также с меньшей вероятностью, но есть предположение о возможном наступлении на Киев. Хотя меня убеждают наши военные специалисты, руководители военных структур, что на Киев враг не пройдет, но вероятность наступления отбрасывать нельзя для того, чтобы растащить силу. Насколько я понимаю, наши военные это все понимают, то, о чем я говорю, и готовятся отражать удары врага. Насколько эффективно это будет происходить в соответствии необходимого количества боеприпасов, живой силы и техники, будем, ну, увидим. Естественно, будем поддерживать и молить Бога за успех вооруженных сил в отражении наступления врага. В то же время, в то же время, мне понятна ситуация с телемарафоном, который в очередной и политическим руководством страны, которые говорят, да, Сумчину убивают, но никто не призывает людей, пока не поздно эвакуироваться. Я записал обращение и разнесил его у себя в соцсетях, сейчас повторю, я не хочу быть паникером, но в контексте событий, которые происходят сейчас в Сумской области, люди, особенно те, кто имеют маленьких детей, и имеют возможность желательно покинуть территорию Сумской области, и они призывают бежать со стороны, ну, или еще. Понятно. Более безопасное место, хотя сейчас таких на карте украинской достаточно. Да, ну, а дело в том, что практически утюжат территорию Сумской, приграничную территорию Сумской области, и, насколько я понимаю, тактику противника будут продвигаться, ну, дальше, именно ударами артиллерийскими, ракетными и воздушными каплами, поэтому поберегти просто детей и мирное население необходимы. Я думаю, власть должна заниматься не просто эвакуацией уже там, где, как вы правильно сказали, практически поздно, да, а заниматься предупреждением и обращаться к людям. Многие люди имеют родственников в других регионах, имеют там, может, кто-то имеет выехать куда-то на Западную Украину, ну, возможности и тому подобное. Нельзя повторить того, что уже пережила страна 24 февраля 2022 года, тем более есть вся, вся возможность подготовить психологически людей, и люди во многом готовы. Знаете, что мне вспомнилось, сегодня буквально на одном из каналов вещал действующий народный депутат, не помню, какую депутатскую группу он представлял, по-моему, то ли Возрождение, то ли, да, кто-то что-то. В общем, неважно. Тем не менее, сам факт, действующий народный депутат, он озвучивал, значит, официальную, я так понимаю, да, как бы от народного депутата, слухи, сплетни, слышать-то не хочется, не всегда веришь, да, что говорится то, что не соответствует действительности. Он озвучивал статистику по поводу официальных переселенцев в Украине, внутренних, вот тех, кто, да, с Сумской, с Донецкой, с Луганской, с Харьковской, Херсонской переехал куда-то в Киев и туда дальше, чуть западнее. Он говорил, что за время полномасштабного вторжения лишь один процент внутренних переселенцев Украины получили жилье от государства официально. Это же все взаимосвязано, да, это к вопросу о том, как психологически подготовить население, как облегчить проблемы людей, которые в одно мгновение просто по щелчку пальца остаются без ничего, без крыши над головой, без родных стен, без ничего по факту, что может хоть как-то, да, назвать, именовать их жизнь комфортной, даже несмотря на обстрелы. Без работы я уже не говорю об экономической, значит, материальной составляющей. Вот с этим что делать? Мы можем от Шмыгаля сколько угодно слышать, создам 500 рабочих мест, высажу миллиард деревьев, а потом, значит, еще при рождении давайте в 10 раз повысим, да, выплаты. Вопрос первый, где деньги брать? Вопрос второй, кто с населением об этом говорит, кроме акумистических? Деньги брать, не воровать Ярославу, и наказывать тех, кто ворует. У нас же нету прецедентов наказания. Ну, Лива наказали, да. Мы строим, ну, вернее, я могу назвать режим, который сейчас правит в нашей стране, как клептократическая диктатура. О том, что это диктатура признали сами слуги народа, да, вот с телевизора. Девчонка накануне. Да, и сказал, что ничего плохого в этом нету. Это помогает нам бороться с Россией, сказал Бород. Хотя мы боролись все время и боремся за свои права и вольности, но у Девчонка, ну, свои какие-то, ну, понимания этого. Это... А то, что клептократия при власти, ну, это факт. Ну, вы посмотрите, возврат Кирюши Тимошенко, автора великого крадивництва Минобороны, где теперь крадивництво работает на строительстве противопоказационных сооружений. Притом все как прекрасно. Там все тендера показывать не надо. Там можно что угодно вообще воздушные замки строить. А я говорю по факту, вот, например, Авдеевское направление. Там не то, что не успевают, а то, что настраивают, оно сносится в два мига, потому что оно строится неприспособленно. Понимаете? Это же дорогу можно было от границы к Чернобыльской АЭС построить, чтобы русским удобнее заходить было. Ну, во время большого строительства. А фортификационные сооружения, оказывается, идти с замки с песка, прилетают два каба, они рухнули, наши опять отступили, ну, и так далее, и так далее. Вторая, третья линии, ничего не держатся. Почему? Потому что воруются опять же. Бетона нету. Ну, дай бог, где-то более серьезно строят. Я надеюсь на это. Поэтому тут все очень печально. Клиптократическая диктатура, которую узаканивает оппозиция своим молчанием. Вот у меня вопрос к оппозиции. К тем, кто себя называет оппозицией в отношении правительства. Мы не берем в отношении президента, потому что война, верховный горнокомандующий, да, там. В отношении правительства, в отношении внутрополитической, да, ситуации. У меня к ним вопрос. Первый. А что это было за соглашение, нарушение Конституции, которое вы подписали, как говорят, слуги народу? Вы этого не подтверждали, ни Юлия Владимировна, ни Петр Алексеевич, ни Голос, ни кто-либо другой, да, ну, этого не подтверждали. Что это было за соглашение, там, на Закарпатье подписано? По поводу непроведения выборов. Да, по поводу непроведения выборов. А это что? Злоба элит. Или псевдоэлит. Это узурпация власти. Это вы сами себя задокументировали. Или как это расценивать? Мне могут сказать, о каких выборах можно говорить во время войны. Я вам скажу, ребята, вопрос не в выборах, вопрос в процедуре. И если вы вытираете ногу об Конституцию, подписывая какую-то бумажку, которая не имеет никакого значения, кроме как зафиксировать ваш сговор, сговор элит, то, ну, какое объяснение? Смотрите, ну, уже, когда я начал говорить о том, что 21 мая Зеленский утратит легитимность, меня обзывали рукой Кремля, ногой, там, ФСБ, где угодно. А тут я смотрю уже, Юрий Оценко говорит с Конституцией в руках. Потом смотрю, Владимир Кричко говорит, что должен быть механизм замены Верховного Главнокоманды еще. Понимаете? Ребята, ну, вы проснитесь, есть Конституция. И только из нее мы можем исходить. А не подписывая какие-то там тайные бумаги, еще что-то. Есть процедура. Нету возможности провести выборы. Значит, парламент должен это отфиксировать. Должен отфиксировать, что он делает, чтобы преодолеть это. ЦИК должен принять соответствующие документы. Должен произойти, в конце концов, трансфер власти, потому что это предусмотрено Конституцией, чтобы избежать узурпации со стороны одного человека. Нравится вам Зеленский? У вас же монобольшинство в парламенте. Пускай зайдет и станет премьером. Или нету монобольшинства? Тут очень большой вопрос, Игорь. Вот все эти заголовки, которые появляются, в том числе и на информационных площадках, оппозиции, которые себя сегодня называют таковой, я о разных зданиях, в том числе принадлежащих и пятому президенту Петру Алексеевичу Порошенко. Ведь они же все о парламентском кризисе, о почетах того, сколько в последние пару месяцев слуги набирают за принятие важных документов и не набирают, естественно, сами. На 235 человек до юра регулярно, как посчитала украинская правда накануне в своем материале, на заседание появляются максимум 170-180, отсюда и столько же голосов из 226 необходимых. Да, плюс вот сегодня большой пост, значит, Железняк, да, в Раде за нехватки голосов, пишет он, начали снимать с повестки дня, вынесли на рассмотрение законопроекты. В том числе сняли, поняли, что голосов не будет, судя по всему, наверное, договориться не с кем. И президентский закон, если помните, вот этот о двойном гражданстве, да, который... Ну это супер, если его сняли, я поддерживаю. Смотрите, Ярослава. Пожалуйста. По поводу этого законопроекта, я хочу, чтобы наш зритель, особенно наш зритель, который за пределами нашей страны, и который надеется, я буду иметь два гражданства, а сейчас в Украине примуток двойном гражданстве, нет. Это закон не о двойном, не о тройном, не о множинном гражданстве. Это закон, как звездануть украинскую землю, недры и активы. Если его внимательно посчитать, то граждане Британии, Японии, Соединенных Штатов, стран Европейского Союза, ну и там еще некоторые, имеют право получить в ускоренной процедуре украинское гражданство. Но при этом сдать основы... Нет, 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 стоп, Ярослава, стоп. А через два года, через два года... Отказаться от своего. Отказаться от своего. Смотрите, теперь я расскажу вам, как смотрится этот схематом. По нашей Конституции, покупать землю, владеть недрами, то есть иметь лицензии на добычу недр, участки, где недра, ну, находятся, покупать, принимать участие в приватизации стратегических предприятий, да, имеют право только граждане Украины. То есть, условный, там, Петров или Иванов, которые имеют какое-то венгерское гражданство, заходят, говорят, хотим быть гражданами Украины. Офис президента, без офиса это не работает, потому что надо указ президента. Офис президента, то есть президент, выдает им украинский паспорт. Они два года скупают все, что им нравится. Не отказываются от своего. Не отказываются, не, не, смотрите, не отказываются от своего. Потом кладут это самое, активы купленные в свои фонды, в свои предприятия, активы, ну, то есть уже все. Подходит два года, два варианта, либо они успели, они говорят, ну, ладно, мы от своего не будем отказываться. Тогда Украина через суд скасовывает указ нашего президента, или он сам скасовывает. Ну, то есть, опять же, процедура, они судятся, это затягивается. Это один вариант, вариант второй, они говорят, ну, у нас не выходят и молчат. Там не лишают, тут тоже. И они вот ходят и дальше кишуют, ну, наше имущество. То есть, это законопроект о том, как украсть украинскую землю, украинские активы и украинские надр. Все, больше никакого отношения к гражданству это не имеет. Единственный момент, что, возможно, им бы воспользовались добровольцы, которые воюют на стороне Украины. Ну, и тут не так. Зачем им отказываться от британского гражданства и получать чисто украинское? Это единичные случаи, граждане Российской Федерации, Белоруссии, тех, кто уже не могут получить ничего пока от своей Родины. Вот вся история. Поэтому тут я поддерживаю. Но вопрос в другом, Ярослав. Вопрос в другом. Ну, не в этом. Вопрос в другом. Смотрите. Я утверждаю, что нынешних депутатов надо посадить на строгий ошейник и цепь. Вот просто посадить на строгий ошейник и цепь. Почему? Потому что они виноваты в уничтожении Парламенской президентской республики. Мы сейчас, вот сейчас фиксируем с вами, и зритель должен отфиксировать, мы очевидцы очередной попытки ликвидации Парламенско-президентского устройства в Украине. Мы же уже раз это проходили, вы помните, потом возвращали это все. Вот сейчас происходит то же самое. Только оно произошло раньше. Я об этом предупреждал. Но вся вот эта свора, сарасят, голосят, подгамкивая слугам народу, Зеленскому, бегала и кричала, а ту, а ту их. Они анахронизмы коррупционные защищают. Я имею ввиду о депутатской неприкосноведности. Я говорил, говорю и повторяю, как бы не популярно это тогда было, возможно сейчас будет или еще когда-то. Депутатская неприкосновенность может быть ограничена по совершению насильственного уголовного преступления. Естественно, если пьяный нардент едет на авто и убивает человека, то он должен быть немедленно арестован. И не надо никаких процедур, там ничего, ничего, ничего. Если он зарезал в постели свою любовницу под дурью, да, под кайфом, его надо взять на ручки и арестовать. Ну, это логично. Но снять полностью то, что они сделали, всю неприкосновенность, и дать возможность генпрокурору за то, что за углом пописал, грубо говоря, депутата за ухо тянуть куда угодно, это сами себя оголили штаны и стали в позу дзю. «Возьмите нас» называется. А теперь они ноют и рассказывают. Нас за границу не пускают на переговоры. Нам не дают это. Нас заставляют за это голосовать. Повторюсь. Нацеп и строгий ошейник. Скоты. Потому что это вы виноваты. Вы пять лет. Вы пять лет это делали. А вторая часть, которая называет себя оппозицией, а на самом деле псевдо-оппозиция, об этом молчала. Видела, но молчала. Об политических невыгодно. Люди же поддерживают снятие неприкосновенности. Понимаете? Поэтому мы будем молчать. И вот мы пришли. Тогда, когда заголили, поставили, и сейчас будут, я извиняюсь, драться. Они стоят и думают, как бы нам вот тут, ну, спетлять. Нет. Знаете, история... О, и ошейник, и на цех. По поводу командировок. Видели вот эти официальные цифры на содержание украинского парламента в военном прошлом, в 2023-м, 2,6 или 2,8 миллиарда с бюджета, большая часть из которых ушла, кстати, на вот эти заграничные командировки, гастроли, разъезды делегаций и так далее. Представить себе, сколько на эти деньги можно было бы купить нужного, необходимого, жизненного, жизненно необходимого для армии. Ну, бог с ними. Кстати, вот по поводу того, что не все хорошо в парламенте, это же понимает сегодня наверняка каждый украинец, и не хорошее, хотел сказать, тому подтверждение, но не хорошее абсолютно, потому что говорим о нехорошем, тому подтверждение, это вот этот мобилизационный законопроект, три месяца лежит. Кстати, вот по всем дедлайнам, официальным озвученным, именно сегодня, 20-го числа, якобы, уже должны были голосовать, но вот пока на момент нашего с вами эфира никакой информации официально нет. Я так понимаю, даже на уровне комитета еще все правки не прошли, хотя, поговаривая, там их уже сократили половину, но тут вопрос, воспользуются ли люди под куполом, те же народные депутаты, вот это особливая процедура, вы как народный депутат в прошлом лучше меня об этом знаете и расскажете, но по поводу правок много слухов входит, как и месяц назад, как и до нового, 24-го года, значит, лишение кредитов, и, значит, заниматься предпринимательской деятельностью, штрафы вот эти по 200 тысяч, да, за неявку. Сегодня кто-то, не помню, кто-то из Батькивщины сейчас найду, же себе записывал. Евгенька. Да-да-да, по поводу... Это тот же, который по поводу детей сказал, а потом... Да, там мы его не совсем поняли по поводу детей. Да, трижды проигнорировал, не пришел, значит, военкомат в розыск, будут подавать официально. Ну, вот так, с последней информации. Смотрите, ну, во-первых, я хочу сказать зрителям Евгенька и другие члены комитета, которые озвучивают что-то по правкам, они озвучивают не свою точку зрения, а точку зрения комитета. Ну, вот они поговорили в комитете. Понятно, и вот очень потом... А кто первый вышел, он спикером стал, ну, в этой истории. Поэтому, там, ну, говорить, что там, Евгенька или еще кто-то такое. Я скажу самое главное. Ярослава, вы знаете, ко мне за последние три дня, ну, наверное, за сотню людей обратилось, которые просят по той правке высказаться, по этой правке, по позиции, ну, вот этой, ну, вот это что, депутаты. Я тоже у себя записал и у вас повторюсь. Я не буду ничего этого комментировать, потому что считаю это политическим шлаком. Почему? Потому что вся вот эта работа в комитете, которая сейчас происходит, это развод на лоха. Уже согласован текст закона, который плюс-минус залит, будет представлен и принят. Под него дособируют голоса, из-за чего переносят, ну, заседание. Из недели в неделю, да. Из недели в неделю. Согласован он офисом президента, генеральным штабом, соответственно. Под него, по состоянию на сегодня, голосов не хватает, поэтому идет вот это вот тяжко, тяжко, тяжко. А для лохов, за которых они имеют нас, украинцев, разыгрывается вот эта история в Комитете национальной безопасности, обороны и разведки. Ах, а такую правку! Ах, а такую правку! Ах, а вот такую! Не хочу даже комментировать. Зачем? А что в итоговом-то документе? Что вам известно? Это приблизительно как с американской помощью. Если вы заметили, я не комментирую это уже с полгода. Каждый там выскакивает. Ах, сенатор этот сказал это, а конгрессмен этот, этот. Зачем это комментировать? Что в согласованном законопроекте? Практически все драконовские нормы, включая нарушение Конституции, они до конца не могут согласовать основной момент по электронным повесткам. И это связано не с тем, что они боятся нарушить нашу Конституцию. Им на нее наплевать, как показывает практика. Они уже ее списали. Вот, чтобы вы понимали, Офис Президента списал действующую Конституцию. Они опасаются другого. Норма об электронных повестках, она перечит законодательству Европейского Союза. И они боятся, чтобы это не прилетело... Поддержка и помощь со стороны Запада. Да, со стороны Запада, чтобы им не сказали, ну, ребята, мы все понимаем, это самое. Хотя, я вам скажу так. Они насколько зависимы, я имею в виду, власть действующую, исполнительную, потому что законодательной нету, они там бегают, как дворняшки, после того, ну, как сами себя выборали, как унтер-офицерская вдова. Исполнительная власть, насколько зависима от западных партнеров, притом мы имеем два центра влияния на британских островах и в Соединенных Штатах, ну, и частично третьи в Европе, ну, будем так говорить. Они насколько зависимы, что они вот так с открытым ртом ожидают команду, которую им дадут. И боятся, если что-то сделают не так, как отдельно взятые депутаты, так и члены Кабмина, ну, все-все-все, что просто страх берет. Вот возьмите пример. Вот им сейчас приехал Грей, сенатор, и дал четкий сигнал. От сенатора-республиканца, который там возле Трампа, который это самое, да, учеткий сигнал. Какой? Война будет продолжаться. Вам надо мобилизировать молодежь. Вам надо принять срочно закон о мобилизации. Я уверен, он привез точковые, ну, моменты, которые хотели бы партнеры видеть, ну, в этом законе. Вот. И абсолютно все равно ему, а соответственно всем Соединенным Штатам, на то, что фактически в качестве расходного материала в этой прожарке России, я называю это не войной со стороны Запада, а со стороны... Это наша война. Для нас это война. Конечно. А для Запада это прожарка России. Почему? Потому что если бы они хотели помочь нам победить, а не прожаривать, ну, Российскую Федерацию, они бы дали не через два года F-16, а сразу. Не тянули б с танками, ракетами, не обсуждали... Ленгриц, в конце концов, заработали. Да, они бы, они бы... Ну, Ленгриц, я скажу так, наши ж тоже промолчали. Поэтому сейчас будет те виноваты, ну, вы понимаете, эти виноваты. Но они бы не тянули. А так это выглядит прожаркой Российской Федерации, русского медведя, А мы, как уголь, который в эту прожарку подбрасывают. Я извиняюсь, я не хочу, чтобы моя нация была расходным материалом для другой, в интересах другой. Территории без нации нам не нужны. Для кого они тогда нужны? Поэтому это предложение, честно говоря, я обсуждал вчера это высказывание Грея с ребятами, которые воюют на передовую. Они в шоке. Они просто в шоке. Они, ну, у некоторых там полузашоренных или полностью зашоренных политиков это, ну, может и не вызывает, ну, ничего. А у бойцов это вызывает. А потом Грей еще совершил такой мега-зашквар, я бы сказал. По поводу полезных ископаемых вы об этом говорите? А у АТН полезные ископаемые это уже обговаривалось, переговаривалось по поводу фотографии, которая появилась вместе с дезертиром, уклонистом Виталькой Шабуниным. Понимаете? Вот человек, который предлагает отправить молодежь, чуть ли не детей, на фронт, стоит и фотографируется со своим агентом, который по факту есть дезертиром и уклонистом, и по которому возбуждены уголовные дела. И я это утверждаю, у меня есть все, ну, доказательства, я получил, и с Бойком я в Володе, ну, общался, и сам получил со своих источников. Ну, там полностью все, просто ДБР, для того, чтобы угодить таким, как Грей, они Шабунина не хотят одевать в наручники. Они его приглаживают. Вдруг поможет с Греями или еще с кем-то. Понимаете? Ну, это же... Я вот, честно говоря, да, вот, ну, понятно, там, Шабунин, таких, как Шабунин, очень много, да, мы же понимаем это, взрослые люди. Он уникальный, он уникальный, никто не был так близок к телу бывшего посла, вернее, послица. Просто, ну, то есть, запугивание, понимая, да, вот, значит, цель. Есть какой-то компромат у него, далее. Ну, то есть, какая может быть ответка, все не понимают этой конфигурации, да, игровой. То есть... Мы должны... Во всех понимать. То есть, какая значимость Шабунин и Найко вот этой во всей истории. То есть, где там, условно, вес того же Грэма, сенатора. Смотрите, это шарки, через которых нас пытаются дрессировать, через которых пытаются нам всем показать наше место. Я скажу так, нам надо возвращать свою субъективность. Если мы этим не займемся, мы ни войну не закончим, и государство потеряем. нам необходимо четко вот в этой ситуации сказать, что место Шабунина в тюрьме, место Грея после высвобливания в отношении нашей молодежи, юношей, ну, и чуть ли не детей, ну, если не персона, но он грата, то конкретное предупреждение, что в следующий раз ты, ну, никуда не приедешь. Это самое, то есть, если мы не будем возвращать субъектности стране, они будут навязывать нас травить этими Шабуниными, вы правильно говорите, он уникальный, но среди таких же шагов, ну, десятых, этой сворой Шабуня, Цупруня, там, как угодно называть, там же с ним еще один... Она, кстати, недавно интервью давала. Да, ну, он же, там же возле него, понимаете, там же возле него. Этот самый, Шерембей, 4D-судимый, тоже дезертир, такой же и уклонист, помощник, супру, который лекарства помогал закуплять, помните, да, при ней? Вот, но, я повторюсь, зависимость зашкаливает. Более того, страх, страх перед дядькой Сэмом зашкаливает. Зависимость полностью, и я вам скажу такое, граждане эти, как их, соросята, супрунята, как бы их назвать, инуагенты, да, члены ГО, да, агенты влияния, да, как бы их не назвать, они наступили сами на свои граждане. они наступили сами на свои грабли, мы стаем свидетелями. Они попытались провести закон о запрещении УПЦ, как его называют, на самом деле о запрещении церквей, и я уверен, там было в дальнейшем не только УПЦ, цель вообще уничтожения украинского православия, как такового. И уже же получили по шапке. Да, а тут хлоп, а тут оказывается, что против УОМа есть прием новый УОМ. И когда адвокат УПЦ Роберт Амстердам разослал им письмо, когда он провел работу в Соединенных Штатах соответственно, и там сказали, ребята, но, 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 оказывается, голосов нет. А что же случилось? Оказывается, вас пороть начали вашими же ремнями, да? То есть это самое, это, вот это в комплексе, если все взять, ну, начиная от Грея, там, работы, которую проводит Амстердам, да, по этому самому, это демонстрирует полное отсутствие субъектности в стране. Чтобы вас поставить на место, свору, которая служит, тем, значит, надо нанять тоже сильную сторону США, американского адвоката, да, и вас выпарать, понимаете, я за этим наблюдаю, вот, и думаю, а где же украинский интерес, а, так вот, пока мы не станем субъектными, пока мы не станем отдаленными и независимыми, как от Москвы, так и от Вашингтона, как от Лондона, так и от Брюсселя, как, и ориентироваться только на себя, мы обязательно будем власть веку сестру. Вот, смотрите, многие говорят, что вот эта спецоперация, которую проводили русские формирования на территории Белгородской области, что это связано с выборами, которые произошли в Российской Федерации. А я думаю, нет. И отслеживая некоторые моменты, я прихожу к выводу, что это была история, которая сорвала очередные переговоры, которые могли начаться в Стамбуле. Вы помните, как разговор Зеленского Эрдогана Путина, Зеленского прилет в Стамбул 8 или 9 марта, 8 марта. Этот самый все шло к тому, что должно приостановиться боевые действия начаться переговорный процесс. И тут начинается история с Белгородской областью, Курской. И после этого мы еще не знаем, сколько мы потеряли людей, будем говорить, и техники, и всего. После этого выходит министр иностранных дел Турции, который второй человек после Эрдогана делает заявление, что переговоров в этом году не будет. Потом мы слушаем фактически прединаграционную речь Путина, где он претензию на Харьковскую область, где он говорит о буферной зоне и тому подобное. Мы можем 150 раз не признавать выборы в Российской Федерации. Мы можем 200 раз смотреть, каких признают и признают разные страны мира. Но мы для себя должны понимать, что главная наша проблема в том, что их признают россияне. И вчерашнее заявление Салева подтверждает эту мою точку зрения. Я ее написал сразу после выборов все начали обсуждать. Я говорю, что мы обсуждать? к сожалению нашему большому их признают россиян. И на этом мы должны закрыть историю. А как мы будем писать с маленькой без слова президент или тому подобное? Редакция Украинская правда видели? Это вопрос украинской правды. Это вопрос написания разговоров и тому подобное. Мы должны воспринимать реальность геополитическую она есть такой. Назвите его хоть папуасом от этого ничего не поменяется. Поэтому для меня я свою имею оценку Путин. и она может еще намного жестче от украинской правды. Но от того, что я ее буду бегать с ней, ну как с транспарантом, не поменяется ничего. Поэтому главный момент, который я вижу сейчас, это возвращение субъектности страны. Иначе мы рискуем потерять государственность. Если это правда, и это был срыв мирных переговоров, я имею ввиду попытка захода на Белгородщину, Теткино, Шмоткино, Дядькино, как оно называется. Сейчас мы видим, как идет полнейшим артиллерийская авиационная подготовка к вторжению на территории Сумской области. Это насколько очевидно, что абсолютно не военные люди это понимают. Это один момент. Второй момент, который есть крайне важный и который крайне важно рассматривать, это внутренняя ситуация. Внутренняя ситуация ухудшивается. Принятие закона о мобилизации в той редакции, которую согласовал офис Генштаба, которая предвидит, что бедные будут защищать богатых будет приведет рано или поздно к социальному взрыву. Это уже вызывает социальное недовольство. Депутаты под броней, чиновники под броней, богатые под броней. Еще предприятия по разведению. А ты Микола и ДВУ. Понимаете? То есть покажите мне предприятия, которые в состоянии сейчас выплачивать. По 200 тысяч отдавать. Да, выплачивать. То есть это исключительно для богатых людей способ защиты. Исключительно. А работник, чиновник, на каком бы служащий, на каком бы предприятии он не работал, его это не защитит. Потому что он не может заработать в наших условиях такую зарплату. А это социальная еще мина под государственность. Это делается у меня такое впечатление Ярослава, что это вообще делается специально. У меня впечатление, что мы имеем дело с тем, что нас пожирают с востока и с запада и плюс внутренние черви разъедать. Так и хочется залезть в кулек и все кругом диквофосом оббрызывать. Потому что реально ситуация такая. Одни прожаривают для того, чтобы финансово опустить Российскую Федерацию и нас в качестве угля используют. Вторые сидят в середине, грабят, никак не нажрутся. И плюс, ну вы посмотрите, почему нету предел нашим коррупционерам? Почему Запад, зная о делах, дайте все, молчит? А я объясню почему. И это, кстати, крайне опасно для нашей страны. Дело в том, что уже очевидно, что Трамп не будет уничтожать НАТО, он об этом сказал. Уже очевидно, что Трамп не будет целовать руку Путину. Это, кстати, гарантия есть бывший премьер Британии Джонсон, который сейчас исполняет чуть ли не ключевую роль в избирательной кампании Трампа. он. Но самое главное случиво Конгресс Лумен Виктория Спарс. Аудит. Внутренне американский аудит, который 101% приведет куда? К нам. Их не интересуют наши коррупционеры. Ну, они их интересуют в десятую очередь. Спарс может и интересуют. Трампа точно нет. Его интересуют 50-е будет значительно больше уже возбужденных уголовных дел по лицам с администрации Байтона, которые замешаны там в коррупции, шахрайстве и множестве других вещей. На помощь. На помощь и нам. А следы ведут в Украину. И я боюсь, чтобы господа демократы, понимая, что их ожидает саудитом, ну и последствиями, не сожгли нашу страну, заметая следы. Мы же уже видели Афганистан, понимаете? Где посчитать ничего невозможно. Вот это внутренняя опасность, вот это должно на это смотреть правительство. Но у нас правительство ни о чем. Это филиал банков. Банкова живет в каких-то иллюзиях, а все страны занимаются последние два года тем, чтобы украсть, вывезти за кордон, купить недвижимость и свалить. У нас уже целая плеяда чиновников есть, которые за границей обустраивают другую жизнь для себя и своих родных. Вот и все. О вы, тут сам разговор о том, когда в военную составляющую влазит составляющая политическая, иногда абсолютно грязная, циничная и ядовитая. Увы. Ну, вот последний пример, смотрите. Страна воюет, страна истекает кровью, утюж отсумщина, а в это время комиссия по регулированию азартных игр выдает гражданам Российской Федерации или подконтрольной, точнее, подконтрольной им структурам лицензии на азартные и люди, которые зарабатывают потом и кровью, в том числе в окопах, становятся лудоманами, проиграют все, а контролируют краю гражданин Бауман через своего посредника там с грузинской фамилии, господин Арахамия и господин Кирилл Тимошенко, о котором мы говорили. Ну вот так без него никуда, без него никуда. Такой, такой, такой парень умелый, помню, когда-то Геннадий Акорбан в офисе кофе подавал. О, знаете, у всех разный социальный лифт, Игорь, поэтому Игорь Моисичук, спасибо вам за этот разговор. Здоровья, мир, свидания. Спасибо вам, Ярослава, спасибо нашим зрителям, что вытерпели нас почти 50 минут. Подписывайтесь на канал «Да, это так» и до встречи. Я очень надеюсь, знаете, что в конце каждого разговора у зрителей как раз не такое настроение. Ох, вытерпел, а что так мало? Мы к этому стремимся. Это тоже пишут, я читаю все комментарии. Ох, зря вы, Игорь, это делает. Не, я нормальный, знаете, я вам скажу так, вы считали мои соцсети, там же написаны слова, которые сказал Франклин Делоно Рузен. Вы знаете, почему у меня носороги везде? вы уже рассказывали. Что в политике нечего делать человеку, у которого шкура тоньше, чем у носорога. Поэтому они на меня могут говорить все, что угодно. Спасибо всем. До встречи. Спасибо, благодарны. Спасибо.